Сейчас мы зададим Алексею Ильичу вопросы, которые вы нам присылали и накануне передачи, и уже во время передачи. Конечно, все из них сегодня не прозвучат, потому что вот этот ворох страниц, и еще вот здесь лежат на столике, и постоянно еще приносят, но их озвучить просто невозможно. Но мы очень надеемся, что Алексей Ильич у нас сегодня первый раз, но не последний раз, и все вопросы, которые вы прислали, мы сбережем для следующей встречи с профессором. Вот такой вопрос, Алексей Ильич. «Почему святые, которые достигли бесстрастия, не достигли бессмертия? Ведь им при крещении всевалось семя воскресшего Христа со всеми его потенциями». Причина очень простая, которая уже прозвучала уже несколько раз, когда я приводил вам мысли Хисоя Великого, Макария Великого, Имена Великого, которые в одно слово все говорят, что они достойны только мук вечных, а не Царствия Божия, то этим самым они вовсе не лукавили. Они видели действительную поврежденность своей природы, своей не в смысле личной природы, а в смысле человеческой даже природы, ту глубокую поврежденность, исцеление которой уже требовалось не просто только очищением сердца, но требовалось ещё и тем же актом, который прошёл сам Господь Иисус Христос. Смерть её смерть поправ. И вот здесь также требуется пройти через врата смерти, чтобы окончательно сбросить эту повреждённость и уже получить природу неповреждённую, бесстрастную, бессмертную и чистую. Вот это первая причина. Первая и главная. Вторая причина, на которую также следует обратить внимание, о которой говорит Макарий, по-моему, Великий, нет, Пимен Великий говорил, «Многие говорят о бесстрастии, но достигают его редкие единицы». Так что даже то бесстрастие, о котором мы и говорим, и то оно является уделом лишь немногих, очень немногих подвижников. Но и оно, это бесстрастие, нужно рассматривать не как достижение полной абсолютной святости, но так, как об этом хорошо, мы читаем в Священном Писании, «Само небо нечисто пред Богом». Именно по этой причине, по этим, вот по этим, лучше сказать, двум причинам, и святые, достигавшие высоких степеней святости, не достигали здесь бессмертия. Галина, Владимирская область. В христианстве между родственниками не благословляется брак. А как же Адам и Ева? Ведь у них должны были быть брачные узы, как между… не должны были быть брачные узы, как между близкими родственниками, ну и последующие поколения. Здесь просто одна ошибка. Дело в том, мы забыли, наверное, а может быть и не знали, что Церковь говорит не только о заповедях Божьих, которая касается нашей души, нашего духа, но она является и, если хотите, хранительницей нашей и этой жизни. Она даёт нам те нормы жизни, которые благоприятны и для нашей физической, органической и семейной, и общественной жизни. И вот, исходя из этого, Церковь запретила, потому что она возникла-то недавно, 2000 лет тому назад, запретила эти родственные связи. Почему? Теперь наука прекрасно говорит об этом, а раньше об этом говорил опыт. Именно близкие родственные связи приводили к рождению уродов. Уродов ненормальных и физических, и психических. Я не знаю, с какими ещё там заболеваниями. Поэтому речь идёт не о том, чтобы это само по себе – это грех. А грехом является потому, что это ведёт к рождению больных людей, то есть к страданиям. Вот почему Церковь запретила. Запретила это, но что не было запрещено изначало. В свой перечень книг, которые не надо читать, профессор Осипов включил и розу мира. Данила Андреева. Почему? Я помню, эту книгу мне подарила вдова как раз его. Да, и когда я ей сказал, что, вы знаете, здесь очень многие вещи вызывают недоумение, именно вещи, касающиеся религиозной стороны, то она мне сказала, вы знаете, он писал это не в прямом смысле слова, он всё это в переносном, всё в символическом, в аллегорическом отношении. Поэтому то, что там написано, это, конечно, абсолютно вещи, которые несовместимы с христианским и вероучением, и, я даже не скажу, нравоучением, а с принципами духовной жизни. Поэтому как же можно ориентироваться на подобную роду литературу? Что такое порча и как от неё избавиться? Спрашивает Инна из Рубинска. Вы знаете, мы все влияем друг на друга, разговариваем, общаемся, все влияем. Причём влияем это и в плане психологическом, и в плане духовном. Почему так, скажу так громко, вожделенно для каждого православного христианина общения со святым? Причём не потому, что он нас там исцелит или что-то скажет, какой час и день я умру, или что со мной произойдёт. Нет, а есть непосредственное воздействие каждого из нас друг на друга, и, в частности, и святого, учитывая его эту облагодатственность, воздействие на нашу душу. Это понятно? Понятно. Точно такое же может иметь место, и когда мы общаемся с какими-нибудь сатанистами, особенно с колдунами, всякими аспиритами, экстрасенсами, они, будучи людьми, заражёнными всеми страстями, они также действуют на нашу душу, через душу действуют и на тело. Это нужно понимать. Кого касается вот это воздействие особенно? Людей незащищённых. Раньше помните, как города строили? То есть, почему города-то всё огорожено, да ещё какими стенами, да какими высокими? Да не так просто было взять штурмом. И они спасались от многих вражеских нападений. Так и здесь, в духовном плане. Для христианина, искренно верующего и желающего искренно жить по западам Божьим и кающегося в своих нарушениях, никаких порчей быть не может. Не касаются они его. Касаются – это порча, так называемая, то есть, отрицают эти воздействия. Они касаются на тех людей, на суеверных, на неверных, на язычников, если хотите, и особенно тех, кто верит в это. Апостол Павел прямо пишет о том, что идол – речь вот не только об устукании как таковом, а о всём о том, что рассматривается как своего рода норма жизни, или как, если хотите, дьявол даже как сам. Ничто для кого? Для того, кто верит, что Господь Иисус Христос есть наша истина, наше благо и тот, перед которым вся вражья сила повернута. Поэтому никакого христианина, я говорю, вот такого, не по имени, не по имени, а именно по жизни христианина, ничто, никакая вражья сила действовать не может. И не бывает этого, а действует на людей суеверных, которые дрожат отовсюду, как бы меня кто ни сглазил, как бы меня кто ни испортил. Вот такие, потому что этим самым они свидетельствуют о своей вере в это. Вот их-то это и постигает. И скажу вам, если хотите, психологически назову закон. Чем меньше веры, тем больше суеверий. Это закон. Причём самое поразительное, с чем приходилось соприкасаться, что человек, объявляющий себя атеистом, оказывался невероятно суеверным в то же время человеком. То пустого ведра, то чёрной кошки, перебегающей, то понедельника. Ведь доходило до таких вещей, сейчас некогда об этом говорить, насколько суеверными оказывались. Вот так. Так что порча, как какое-то магическое действие, оно – это есть ничто иное, как воздействие вот этой демонической силы через человека на человека. Но действие это прямо обусловлено степенью нашей защищённости. Мы защищены, когда искренне верим, когда искренне живём, когда с верой и покаянием принимаем таинство Божие. А если вот это уже произошло, то что делает человеку? Если это произошло, то путь прямо от противного. Во-первых, надо понять, что почему это произошло. И искать не того, кто сделал, как это мы обычно делаем. Потому что я замечал, я один не виноват, все вокруг меня виноваты, только я не виноват. Это просто какая-то такая слепота поразительная. Так и здесь. Человека что-то плохо ищет, кто это сглазил, кто это сделал. Идёт к этим разным колдунам, я не знаю, кому, и спрашивает. Та отвечает – тебе вот такой-то сделал. И начинается – он-то хорош, но ему сделали. О чём говорит христианство? С тобой это произошло только по одной причине. Не потому, что он этот колдун или колдунь сделал, а потому, что ты оказался уязвимым для этих вещей. Ты не создал этого города, в тебе нет веры, в тебе нет христианской жизни. Тебе нет просто чего? Элементарного покаяния и смирения. Поэтому средство избавления от этого какое? Постараться увидеть себя, почему это произошло. Не искать других, а себя. Так? Лицемерил, лукавил, обманывал, блудил, воровал. Ну-ка, ну-ка. Я помню, к одному священнику пришла. И говорю, ну, Никону. Ой, батюшка, помогите, у меня вот коровка плохо, плохо даёт молочка. Вот пристало, сделали там. И он, друг, ей говорит. Ты знаешь, что, матушка? А ну-ка, ответь. Подливала водичку в молочко? Так вот, до тех пор, пока ты не покаешься, и не воздашь, насколько ты сможешь тем, кому ты подливала водичку в молочко, у тебя не только коровка это не будет давать, она сдохнет вообще. Иди и кайся. Вот причина. То есть надо исправлять свою жизнь. Вот причина, да. И вот средство исправления. Можно ли изменить то, что нагадали, изменить ход событий, Ольга Рыбинск? Надо, во-первых, понять, что когда мы говорим, что нагадали, то это означает нечто иное, как бесовские прозрения, которые даже иногда, будучи правильными в смысле фактов, оказываются ложными в смысле воздействия, духовного воздействия на человека. Не может быть Бога у этих гадалок. Не может быть божественной прозорливости и прозрения у этих волшебниц и гадалок. Не может. Надо понять, что здесь говорит злая сила, лукавая сила, сила, которая желает человеку зла. Поэтому, во-первых, и прежде всего, надо отвергнуть внутренне, сознательно отвергнуть это, отвергнуть веру в это. Это первое. Второе. Устите. И надо запомнить. Господь обращается к пророку Иоанне и говорит – иди и проповедуй неневитинам, что ещё три дня, и они погибнут. Дальше идёт эта история, но он приходит, проповедует. И что происходит, помните? Оказывается, неневицы покаялись. Сам царь неневийский сошёл с своего трона, оделся во вретище. По древнему обычаю он и все его поданные посыпали голову песком. Три дня не ели и не пили. Неневи – вы знаете, это и рак. Жарище страшное. Сто он стоял от детей и ту скотина, которые. И Бог же сказал – погибнет. И Бог отменил это. Почему? Люди раскаялись. И не думайте, что он раскаялся, наконец-то Бог простил. Нет. Раскаяние – что такое? Изменение. Они осудили свои грехи. Они пообещали Богу больше не жить так. Вот в чём раскаяние происходит. Они изменились. И это изменение души привело к тому, что и то вот событие, которое должно было произойти, и которого ждал пророк Иона, что сейчас он ждал серный дождь, пройдёт на неневию, не произошло. Точно то же самое. И здесь имеет место. Вы хотите, чтобы гадание не сбылось? Во-первых, покайтесь, что вы гадали. Покайтесь – это грех. Вступать в общение с дьяволом. Во-вторых, покайтесь и в других грехах, в своих грехах, которых, я думаю, найдётся, есть в чём каяться. И тогда никакие эти предсказания и гадалок вас не коснутся. Полезно ли читать книги Шмемана? Спрашивает Игорь из Тюмени. Ну, смотря, что вы хотите, смотря. Что значит полезно читать? Полезно идти по улице и смотреть? Полезно смотреть, ходить по музеям, по библиотекам? Что значит полезно? Критерий полезности? Каков? Вот о чём надо поговорить. Спасибо. Если вы спрашиваете с христианской точки зрения о полезности, то это всё то, что помогает мне изменить мою жизнь. Какую мою жизнь? Нехорошую, греховную. Слышите? Изменить мою жизнь. Вот и смотрите, даёт ли что эта литература к изменению жизни? Шмеман, я бы сказал, очень умный человек. Очень умный. Это человек высокого рацио. И его рассуждения в этом плане, в плане рациональном, они действительно человека просто подчас, ну, привлекают к себе. Умница, я бы сказал так. Но он в то же время очень далёк от понимания духовной жизни. В своих дневниках он прямо пишет, но я не могу принять этих бренчаниновых, феофанов, затворников, моя душа не соприкасается с ним и не находит общения. Так вот и, пожалуйста, посмотрите. Там даёт вам чтение Шмемана импульс к изменению жизни или нет? По этому критерию нужно и оценивать литературу. Уважаемый Алексей Ильич, я три года слушаю ваши лекции, пишет Татьяна из Кирова. Большая благодарность вам не только за их глубину и содержательность, но и за любовь к Богу, которой они пронизаны. Это чувствуется. Пусть они продолжаются и далее. А вопрос мой такой. Как правильно молиться? Сколько в течение дня надо молиться? И что означают слова святых отцов держать ум в словах молитвы? Спасибо за этот вопрос. И вот по какой причине. Мы часто слышим молитесь, молитесь и молитесь. Нас призывают молиться. И забываем об очень простой вещи, что именно молитвенники восходили на небо. молитвенники погибали и опускались на самое дно адова. Причина? Оказывается, надо знать, что такое молитва и как молиться. Вот, оказывается, причина в чём. Оказывается, и туда можно, и сюда можно. Правильная молитва по учению святых отцов, которую прекрасно изложил, прекрасно изложил, святитель Игнатий Вринчанинов. Кстати, пользуясь случаем, чтобы сказать, что каждый православный христианин должен иметь его творение у себя на полке, держать, чтобы бросили взгляд, и хоть укор совести составил бы нас, хотя время от времени, хоть открывать его и читать его. Его надо изучать. Читать не по каким-то, знаете ли, целыми сотнями страниц, а вот хотя бы две, три, четыре странички в день. Потому что они дают и наседание уму, и очень многое дают нашей душе, нашему сердцу. Так вот, о чём он говорит? Молитва какая правильная? Прежде всего, та, которая совершается с вниманием. Рассеянная молитва, говорит он, это есть ничто иное, как он выражается очень сильно, да, это есть оскорбление Бога. Вы слышите? Отче наш же, если на небесах достится им, да и творит царствие, да и творит царствие, да и творит воля, да и творит воля. Это что такое? Это что за безобразие? Это к кому мы обращаемся? Мы даже с человеком так не разговариваем, а здесь Богу начинаем так тараторить. Благоговение необходимо. Внимание необходимо. И, наконец, поскольку все мы грешные, покаяние необходимо. Там, где нет этих трёх компонентов, там не может быть никакой пользы, но может быть немалый вред. Ещё раз повторяю, что, оказывается, те, которые, кажется, занимались молитвой, вычитывали все молитвы и все правила, впадали в дикую прелесть. Во что? В тщеславие, я молитвенник. Приходится вот повторять такой замечательный случай, эпизод, который произошёл у одного из действительно святых схемонахов Глинской пустыни Серафимом Романцовым. К нему подошёл один видимо монахи и сказал ему «Отец, я имею... Вот у меня непрестанная молитва». На что отец Серафим, знавший его, ответил ему «Стоит запомнить, нет у тебя никакой молитвы, ты просто привык к словам молитвы, как другие привыкают к ругани». Вот во что можно превратить чтение молитв. Чтение молитв, вычитывать молитвы. Это кому мы вычитываем молитву? Мы перед Богом? К Богу мы обращаемся? Или к какой-то бездушной силе, которую надо вычитать? Нет никакой у тебя молитвы. Ты просто привык к словам молитвы, как другие привыкают к ругани. Поэтому все опытные духовники советуют лучше ты меньше прочти молитв, но с вниманием. С вниманием. Если тебе это трудно, постоянно сбиваешься, хорошо, определись себе время. Какое время ты тратишь на чтение молитв? Допустим, утренних или вечерних. Сколько ты минут читаешь? Я, к примеру, говорю. Допустим, 15 минут. Хорошо. Возьми, заведи будильничек на 15 минут и спокойно, с вниманием, слышите, с вниманием, благоговением и покаянием постарайтесь совершить эти молитвы. Будильник прозвенел? Слава тебе, Господи! Сколько прочитали? Одну четверть молитв. Слава Богу! Вот это в высшей степени важно. Ну, и затем, конечно, рекомендации рекомендации очень опытных людей говорят, что надо стараться молиться в любом положении, в любом месте, как только пришла мысль о Боге. Сидим ли, стоим ли, идём ли, работаем ли, слушаем ли, кто мешает нам произнести краткую молитву Иисусову? Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня! Помилуй меня! Два, три, несколько раз, сколько сможете, пожалуйста, потом. Надо как можно чаще обращаться к Богу. И дальше очень важное положение. Мы много молимся о своих нуждах, болезнях, бедах. Здесь надо помнить, ни в коем случае нельзя Бога просить Господи, избавив меня от того, другого, третьего. Очень важно здесь показать свою веру Богу. Господи, Ты – премудрость, Ты – любовь, Ты меня любишь больше всех. Господи, да будет Твоя воля. Ты видишь, что я хочу. Видишь. Да будет Твоя, Господи, воля, а не моя. Тогда Господь, видя это и видя, с каким вниманием, благовением мы относимся, тогда Господь обязательно даст нам помощь или внешнюю, или внутреннюю. Надо запомнить. Только потому мы живём годы и десятки лет и ничего не получаем, а, кажется, непрерывно ходим и в храм и вычитываем молитвы, что забываем об этих условиях, лишаем себя милости и даров Божьих. Это очень важно понять. Вот эти условия, они крайне необходимы. Интересный вопрос от Алексея пришёл, он не указал, из какого города, а воцерковлён недавно, полтора года назад. Хотелось бы, чтобы в какой-либо передаче освещалось православие не только как нечто розовое и пушистое с голливудской улыбкой в 33 зуба, но и та страшная борьба, которая открывается при воцерковлении, те трудности, которые возникают. Ведь иногда как будто весь мир ополчается на тебя, никакого света выхода не видишь, как будто сила какая не даёт ни шагу сделать, везде препятствия непреодолимые и никаких советов, как выжить в таких ситуациях. Иногда даже спрашиваешь себя, пришёл ли ты бы в храм, если бы тебе рассказали, что у тебя в жизни начнётся. Но всё равно и об этом тоже надо говорить. А у вас на канале вот пришёл к вере и всё, рай на земле. Но это ведь не правда, это исключение. А реально промучаться здесь, как в аду, и может быть что-то будет. Отдай кровь, прими дух. О борьбе, о том, хотя бы как настроиться на это, где программы, спрашивает наш телезритель. Если бы хоть кто-то меня в своё время предупредил, было бы намного легче. А видишь лишь только прелестную восторженность, а как с проблемами пороться, ничего нет. Да, хороший и правильный вопрос, потому что, к сожалению, мы, приходя к вере и, так сказать, воцерковляясь, то есть узнавая церковную жизнь и совершая некие вещи, осуществляя те, которые предписаны церковью, очень часто уже ищем, чего ищем? Утешение, радость, благодати, Божие и так далее. Это неверно. Это неверно. И потому мы ничего не получаем и часто впадаем даже в уныние, я бы сказал, отчаяние. Первое, о чём говорят святые отцы, хотя, обращаю ваше внимание, нужно всё время искать ответы у святых отцов, а не просто, знаете ли, что нам в голову придёт. Итак, в данном случае первое, о чём говорят, и если это заинтересует этого Алексея, он может взять хотя бы Исаака Сирина. О чём он говорит? Ну, сначала, общее положение отцов. Нет добродетели без искушения. Всякое доброе дело, которому не предшествует, или не последует искушение разного порядка, едва ли можно рассматривать добрым. Нет добродетели без искушений. Представьте себе. Так что, это совершенно естественный процесс. Чем он обусловлен, если мы попытаемся выяснить, так сказать, ну, что ли, причины? Причина-то вот ведь какова. Что такое, в конечном счёте, церковь? Церковь – это то, я даже затрудняюсь сказать, это же не место географическое, то, где мы можем познать, насколько мы больны. Первое и самое важное, слышите, оказывается, не там, где мы можем получить радость и блаженство и утешение, чего мы ищем по своей сладострастной натуре. Нет! То, это место, где мы можем увидеть свои болезни. Вот, оказывается, ибо пока мы не увидим этих своих болезней, мы не будем лечиться. Бесполезно мне говорить, чтобы я пошёл в больницу, когда я вижу, что я здоров. Я заявлю, иди сам туда, а мне там делать нечего. Так вот, принятие православие как такового, оно о чём говорит человеку? Что отныне ты стал на путь диагностики. Если ты действительно хочешь стать православным. Как происходит эта диагностика? Преподобный Семён Новый Богослов говорит, тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи. Вы слышите? Вот, оказывается, что такое воцерковление – это значит стать, принять решение жить по-христиански. И вот тут-то, когда я приму решение стать христианином, то есть жить по Евангелию, по заповедям, я и начинаю видеть то, чего я никогда не видел. Действительно, я не обращал совершенно внимания на то, что я непрерывно осуждаю всех и вся, что я беспрестанно болтаю, прознословлю, что я лукавлю и лицемерю, я не обращал внимания, а уж о мыслях и говорить нечего, чтобы я считал это за какой-то грех, а там у меня вообще бездна гадов. воцерковление состоит не в том, чтобы узнать, где в церкви что и как, а в том, чтобы стать на путь исполнения заповедей. И вот здесь, вот здесь-то я и начинаю познавать себя, диагностика. В чём заключается? Оказывается, уже не какой-то никто-нибудь, я сам начинаю видеть, какие у меня болезни. вот тогда я могу приносить искреннее покаяние, я могу обращаться к Богу с искренней молитвой, тогда только происходит моё, моё, если хотите, то воцерковление, о котором говорим. И вот здесь, как и всякое лечение, с чем у нас сопряжено? Я не знаю, кому нравится получать уколы в какое-нибудь там место, то в заднее, то ещё какое-нибудь. Да? Я сомневаюсь. Или получать горькие пилюли. Не знаю, кому это нравится, или проходить там всякие рентгены, и Бог знает, что. Только и сомневаюсь. Вот тут-то поэтому первый признак того, что мы, наконец, вступили на путь духовной жизни, как раз и заключается в чём первый признак, что я начинаю ощущать, что вот то, о чём, Алексей, вы пишете. Внутренние скорби, внешние неприятности и так далее. Причём, кстати, хочу сказать насчёт внешних скорбей и неприятностей. Это хороший признак. Почему? Почему? Назову интересную вещь. Опять-таки, мы ищем, что я вступаю в церковь, верующий, теперь мне будет прямо в рай, прямо в рай, только ножки поднимай. вот мы чего ищем. Не познание своих болезней и исцеления, а райской сразу жизни. Это первое. И в этом наша ошибка. Второе, не менее важное, в том, что это познание себя, так, оно предупреждает нас от чего? От некого тщеславия и гордости даже. Вот я делаю то, другое, третье. Я церковный человек. Я пощусь, я поклоны делаю, я молюсь, я исповедуюсь, я причащаюсь. Так? И во мне может что расти? Тщеславие. Я то тщеславие, о котором великолепно сказал Феофан Затворник, сам дрянь дрянью, а всё твердит, не смьяк уже прочие человецы. Вот эти внешние скорби, они как раз показывают нам, что мы совсем не те, кто есть. Нужно искать не наслаждений в лечении, а чего? А исцеление. Вы слышите? Любой человек в болезнях что ищет? Исцеление, а не наслаждений. Пусть горькие лекарства, а не соловьиные язычки. Вот, оказывается, в чём суть дела. Вот поэтому, когда мы прикасаемся к нашим болезням, и происходят вот эти вещи, не удивляться нужно этому, а принять как закон, закономерное явление. И тот человек, который с терпением перенесёт это, правильно отнесётся, он получит затем и облегчение, ибо соискушением, как говорит апостол, даётся и избытие, то есть выход из этого, даётся затем и определённое утешение человеку, который выше всех земных радостей. «Наша православная церковь освещает такие объекты, как атомные станции и подводные лодки. Не считаете ли вы, что церковь себя дискредитирует такими освещениями?» спрашивает Фатинья из Калининграда. Дело-то вот какого рода, что если бы эти электростанции, подводные лодки не были явлениями необходимыми для нашей жизни, тогда мы действительно должны были бы воспротивиться этому. Действительно. Вот когда нас призывают, будут призывать освещать публичные дома, вот тогда вы правильно скажете. Это верно. Когда всякие эти, знаете, притоны или такие концерты, диких концертов, там места, на которых этот тяжёлый рок, настоящий сатанизм, тяжёлый рок, вот тогда вы будете действительно правы. А эти вещи – это необходимость нашей жизни. Это, увы, это необходимость. И поэтому всё то, что необходимо, мы должны освещать. У христиан всё должно быть освещено. И дома, и земли, и скотина, и его дела – всё должно быть освещено. Призваны, мы призваны сами быть освещаемыми, и всё на всё испрашивать благословения Божие. Господи, благослови, да будет твоя воля, твоя, и просим тебя, чтобы во благо это была и подводная лодка, и это атомная электростанция, во благо. Понимаете, это необходимость. А вот когда разные развлечения, вот тогда да, когда я молюсь за успех моей футбольной команды, чтобы она победила вот ту другую команду. Я здесь батюшка молюсь за свою, там батюшка молится за свою. Это что такое получается? Интересно, что это такое? Что мы делаем? Молиться надо как раз не об этом, и о таких вещах. Посмотрите, как Ян Затауст осуждает, как эти все ресталища, эти спортивные всякие вещи и состязания, потому что здесь развивается тщеславие, ревность, гордыня, злоба даже и так далее. И мы молимся за это, чтобы мой боксер дал тому и сдал ему нокаут, а тот чтобы нет, мой дал ему. Это что такое? Это совершенно другое. Понятно теперь. А такие вещи, как атом электростанции, пожалуйста, подводная лодка, пожалуйста, орудия, самолеты, да, Господи помилуй, благослови, чтобы никогда это не потребовалось, никогда, чтобы эта пушка никогда не стреляла, но если надо, да, пусть она становится на защиту своего Отечества. Андрей 20 лет пишет. Добрый день, уважаемый Алексей Ильич, огромное вам спасибо за ваши лекции, они привели меня в церковь. Скажите, пожалуйста, с кого из святых отцов, по вашему мнению, лучше начинать знакомство со святоотеческой литературой? Смотря, трудно вот так, вы знаете, сказать, не зная человека. Потому что для одного человека нужна литература, которая укрепила его в вере. Веря во что? В Бога, в бытие Бога, вера в духовную жизнь. Так, знание, если бы эти основы веры, одна литература. Другая совсем литература и, конечно, очень важная литература, которая должна мне открыть, как я должен жить. Ненравственности, я говорю, слышите? Нравственность – это поверхностная сторона. Десять ветхозаветных заповедей – это поверхность. Надо же понять прекрасно, что если никого не убиваю, не граблю, не обманываю и не ворую, это вовсе совсем не означает, что я святой человек. Это же понятно. Христианство признает к духовной жизни, а не нравственной, точнее, не просто нравственной жизни, а к духовной. А что такое духовная предполагает? Чтобы я свой дух очищал, то есть свои мысли очищал, свои чувства очищал, свои желания очищал. Вот о чём говорит христианство. И поэтому, если в данном случае спрашиваешь меня о том, какую литературу почитать именно в плане духовной жизни, понимании духовной жизни, то мне кажется, насколько я знаю, что вот эти письма духовным детям Игумена Никона Воробьёва и Иоанна Валаамского написаны просто, доступно, касающиеся самых основных положений духовной жизни, самых основных, это прекрасные просто изложения, прекрасные средства понимания того, что она есть духовная жизнь. И это чтение может дать очень многое каждому человеку. Что делать, если Бог меня игнорирует? Я уже много месяцев умоляю Его избавить меня от этих ужасных мук, мне всего 17 лет, а я вешу больше 600 килограммов и имею множество болезней, причиняющих мне физические и душевные страдания. Я это терплю уже 10 лет, я ничего не могу делать и думаю только об этом. Я была лишена детства и юности. Неужели Бог и святые, которым я молилась, не понимают, что для девушки это невыносимо быть больной? Неужели им меня совсем не жалко? Я просила Бога взять все, что угодно в обмен на здоровье и нормальную внешность. Я готова на любые жертвы, даже уйти навсегда в монастырь, потому что лучше находиться там, имея здоровье, чем на воле и не имея возможности что-либо делать. На этом свете я не смогу быть счастлива, ничего не сделав на земле. Зачем я существую, если не могу жить? Лучше бы меня вообще не было, чем такое. Я ненавижу свое тело, ненавижу себя. Почему Бог не дает выбора? Почему я не могу знать хотя бы причину моих мук? Если Бог меня не исцелит, значит у меня никогда уже ничего не будет. Если он не собирается исполнять мою просьбу, пусть хотя бы ответит, что не собирается, неизвестность убивает. Раз я не нужна Богу, я бы продала душу дьяволу, хотя ему небось тоже не нужно такое ничтожество, как я. Вряд ли вы поймете мое горе, но скажите, неужели до Бога никак не достучаться, мое сердце разрывается от боли, я нахожусь в аду, я в отчаянии. Вот такое очень эмоциональное письмо. Я думаю, что на такое письмо вам ответит хорошо любой священник. Здесь не требуется никакого богословия или какой особой мудрости. Видите, все ваше внимание заострено только на этой жизни. Нет никакой мысли даже и дела до какой-то будущности. Вот все наше христианство. Нам Бог для чего нужен? Дай нам благо на земле. Я помню однажды на одной из ассамблей был показан пятиминутный фильм, фильмик. Перед пленарными заседаниями нас кормили такими фильмиками. И вот один мне врезался в память. Замечательный. За пять минут была показана вся история человечества. От начала бытия от Адама и Евы до атомного взрыва, если хотите, Армагеддона или последнего дня. Этот фильм показан люди там муравьями. И вот последний заключительный акт гриб, ну, атомный взрыв, небоскрёбы рушатся, груда камней и сверху перст Божий, указующий вот, что вы сделали сами с собой. Чем сделали? А исканием этого сладострастия, словолюбия, сребролюбия. Искали только жизни в этой, блах только в этой жизни. И никакого вам Бога не надо. Бог вам нужен только как средство. И, знаете, замечательно показали. Перст Божий, сверху огромный такой перст. И вдруг с одной из этих щелей между грудами камней выползает этот муравьишко, жив оказался, носится вокруг этого пальца, потом встаёт на задние лапки и впивается хоботком в этот перст. И показано, как он сосёт кровь из перста Божия. Как мне понравилось это! Бог нам не нужен, точнее, Он нам нужен лишь как средство, а не сам по себе. Он как источник, у которого мы можем получить это, это и это. А если он это не даёт, он абсолютно не нужен. Забыли, что христианство совершенно иначе смотрит на человеческую жизнь и призывает человека к совершенно другим вещам. Бог – это не средство, а цель, потому что Бог – это не простое существо, подобное человеку, а это Дух, это Дух, который обещает нам вечное благо, а не какие-то житейские, если хотите, вещи, которые бы дали нам вот это временное удовлетворение. Понимаете, вечное благо, но достижение этого вечного блага для каждого человека сопряжено с разными вещами. Кто здоров, кто болен, кто богат, кто беден, кто красив, кто безобразен. Каждому, если хотите, даётся своя сума, вот, за плечами, свой рюкзак даётся. Сумеешь ли ты достойно пронести его? Что значит достойно? Господи, я верю, что без Твоей любви и мудрости никто и ничто и ничего не может мне сделать. А то, что со мной происходит, есть самое лучшее. Самое лучшее. Посмотрите, что происходит с красавцами. Однажды я стою в храме и где-то на запричастном маленькой девочке лет трёх или четырёх подходит ко мне, смотрит на меня и говорит, а я вас знаю. Я говорю, ты откуда меня знаешь? А вы сказали, что было бы с 18-летней девочкой, если показать ей, какой она будет в 80 лет? Я ахнул. Её стоит мать, рядом улыбается и верно. Какой ты будешь в 80 лет? Будешь? Будешь, если не умрёшь. всё кончается, всё прекращается. Надо исходить из смысла жизни, а не из того, что мне вот это вот хочется, и дай мне во что бы то ни стало, Господи, иначе я готов отдать душу кому угодно, хоть дьяволу. Что это такое? Это разы вера в Бога? Это мы проявляем, если хотите, доверие, что ли, Богу? Никакого. Дай мне, что я хочу, иначе ты мне не нужен. Вот хорошо, ты получаешь и завтра умираешь. И что? Надо подумать о смысле жизни. Надо хоть немножко поверить, что Бог есть любовь, и постараться привести себя в какое состояние? Господи, да будет твоя воля, а не моя. Я приму, что ты даёшь. И скажу вам, что многие из тех людей, которые именно вот так воспринимали свои скорби и страдания, достигали исцеления. Вспомните правого и левого разбойника. Правый сказал достойное по делам нашим. Левый рвался с креста, проклинал всех. Исцели, спаси себя, себя и нас. Как вы думаете, у кого было больше блага? Правый получил, сегодня же будешь со мной в раю. О левом ничего не сказано. И так всё ясно. Так вот, постараемся, если мы имеем веру, прийти в состояние правого разбойника, а не левого. Мы все больны. Вот. и Господь даёт каждому ношу по его силам, его состоянию. Тот, кто смирится, получит облегчение, обязательно получит. Возможно, внешнее даже, но непременно внутреннее. Это обязательно. Поэтому немножко поверим в Бога и Богу и смиримся. Алексей Ильич, у нас от нескольких телезрителей пришли вопросы о животных, вернее, о их посмертной участи. Зачем они живут, если после смерти исчезнут? Это вот один вопрос. И другой, примерно такого же плана, значит, телезритель не может себе представить рая, если там не будет животных. Ну, опять возвращаемся на свои круги. Как это много значит, да. Ну, хорошо, сейчас я скажу, вечно будут животные. Да, и вы что, сразу станете обратить к лучшей жизни? Как при чём тут? Я не понимаю смысл жизни животных. Надо поговорить о своём смысле жизни. О своём. Не решив своего, мы начинаем думать о животных, о черепахах и крокодилах. Действительно, так это важно. Я могу здесь высказать только собственные соображения, поскольку специального церковного какого-то учения об этом нет, хотя апостол Павел пишет прямо, прямо, что сама тварь стенает и мучается до ныне, ожидая свободы, славы, чад Божьих, то есть человека. Вы слышите? Оказывается, вот эта участь животных, она находится в прямой связи с человеческой жизнью. И можно предполагать поэтому, что, конечно, в будущей жизни мир будет ещё более полным тот мир, чем тот, который мы видим сейчас. И это будет мир. Причём именно там, где лев, как написано хорошо, жирует с ягнёнком. То есть да не будет никакой хищничества, не будет крови, не будет страданий, а будет действительно это рай, настоящий рай. Надо полагать, что это будет, скорее всего, именно так. Но всё-таки ещё раз говорю, как жалко, что мы, захлёбываясь, рассуждаем о том, а что будет да вот с тем зайчиком. Голубчик, спасись и узнаешь потом, что будет с зайчиком.